Исследования ученых подтвердили, что COVID-19 является гендерно-зависимым заболеванием и большая часть пациентов, которые болеют очень тяжело, это мужчины. Кроме того, изучение механизма проникновения вируса в клетку показало, что он может оказывать глубокое повреждающее воздействие на репродуктивную систему и в последующем вызывать бесплодие. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Репродуктолог Минздрава Самарской области. Здравствуйте, Ирина Валерьевна. Здравствуйте, глубоко уважаемая Несса. Здравствуйте, дорогие телезрители. И, наверное, сегодня и сейчас, как никогда, в это слово вкладывается огромный смысл. Здравствуйте. Это действительно истинный посыл всем смотрящим нас, всем их родственникам, знакомым и близким. Это слова человека, который занимается планированием, подготовкой, занимается нашим будущим, нашим будущим поколением. И, собственно, об этом сегодня, конечно же, и пойдет речь. Ну, первый вопрос. Я все последние эфиры с надеждой спрашиваю у каждого гостя, ну, как там обстановка, ну, не стихает ли заболеваемость, ну, не выходим мы хотя бы на плату. К огромному сожалению, я не могу порадовать и вас, и телезрителей тем, что все стабилизировалось и все пошло в хорошее, в правильное русло до ковидной эпохи. Нет. Сегодня пока рано расслабляться. Сегодня нужно собраться и делать максимально все, чтобы как раз этот переломный момент наступил как можно быстрее. И сразу вот родилась просто вот такая мысль, причем она очень искренняя, Инесса, простите, я хочу вас сразу поблагодарить за то, что вы в такой тяжелый период, когда на самом деле сейчас мы думаем о ковиде, о ковиде и онкологии, о ковиде и сердечно-сосудистых заболеваниях, о ковиде и диабете и так далее, и так далее. И вы подняли тему репродуктивной системы, то есть продолжение рода, потому что на самом деле жизнь не заканчивается, жизнь продолжается, в любом случае мы победим и нужно думать вперед, нужно думать о будущем. Спасибо. Ирина Валерьевна, наверное, незаслуженно я получила сейчас этот комплимент, потому что мы заговорили о репродуктивной системе, все равно в свете, к сожалению, в черном свете коронавирусной инфекции, но мне кажется, что чем больше достоверной информации, тем больше шансов выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Я не сказала, но вы прекрасно знаете, что мы работаем в прямом эфире 202.11.22, можно задавать вопросы Ирине Валерьевне, но первый вопрос от меня. Вот последнюю информацию почитала. Новая коронавирусная инфекция поражает репродуктивные органы, может приводить к бесплодию, об этом заявляет главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Академик РАН Олег Аполехин. Согласны ли вы с ним и действительно ли это так? Да, абсолютно верно. До ковидной эпохи, по сути, не было таких серьезных научных исследований в этой области, потому что не было ковида. И если взять, буквально откатиться на полтора года назад, то мы не увидим ни одной большой статьи, ни одного большого хорошего, нормального, правильного исследования на эту тему. И за вот эти полтора года на сегодняшний день, вот на сентябрь, существует семь огромных, всего семь огромных исследований, достоверных, достоверность которых не вызывает никаких сомнений. И в том числе есть очень важные исследования, ну я говорю о мировых исследованиях, и в том числе очень важные российские исследования, которые проводят еще незаконченные, есть этапы законченные, есть незаконченные, которые проводит наш головной институт, это институт имени Кулакова, имени Академика Кулакова. И есть исследования, я в эти исследования погружена, я знаю промежуточные итоги, и есть исследования моих хороших, замечательных друзей, врачей, урологов-андрологов, репродуктологов из различных точек Российской Федерации, которым тоже нет смысла не верить. Так вот, практически все эти исследования подтверждают действительно мысль о том, что ковид влияет на репродуктивную систему, особенно на репродуктивную систему мужчин, вы совершенно верно отметили. Версий много, но одна из самых распространенных и самых, наверное, достоверных, простите за тавтологию, это то, что у женщины все-таки есть две экстромосомы, которые несут в себе наибольшую мобильность видоизменений и препятствия подверженности вирусу. Поэтому все-таки большее влияние болезни, мы говорим о болезни, большее влияние болезни все-таки на мужчин. Гедерная ситуация однозначно. Так вот, какая интересная вещь, очень важная, и как мужчины, так и женщины должны меня сейчас услышать, особенно планирующие беременность, особенно, предположим, те люди, которые уже выполнили свою функцию репродуктивную, но у них есть дети, у них есть внуки. Они должны донести эту тему, то, что после заболевания, после того, как человек переболел коронавирусной инфекцией, мы сейчас говорим о мужчинах, потому что глубоко уважаемый господин Аполихин, это главный университетный специалист по репродуктивному здоровью мужчин. Так вот, у переболевших мужчин, давайте так, у любого мужчины через каждые три месяца обновляется его репродуктивная система. Так вот, у переболевших мужчин ни через три месяца, ни через шесть, ни через девять, ни через год не восстанавливается функция в той же показателе, в той же степени, которая была до болезни. Это очень серьезно и очень важно. Ирина Валерьевна, во-первых, спасибо, что вы опираетесь именно на фундаментальные какие-то серьезные исследования, потому что говорить на уровне «я прочитал, я услышал» в последнее особенно время очень-очень сложно. Так вот, я опять же, разные мнения читала и от медиков тоже. Вот кто-то пишет, что через четыре месяца восстанавливается, про мужчин сейчас говорим. После болезни, после перенесенной болезни, в течение года сохраняются показатели репродуктивного здоровья ниже, чем были до болезни. Во многих исследованиях это отмечено. Да, но при этом мы сейчас не говорим о том, что непременно каждый переболевший станет бесплодным, но это очень большая вероятность все-таки, да? Ну, мы же не говорим вообще об абсолютном бесплодии, да? Мы говорим о том, что показатели, мы берем среднестические показатели мужчин до болезни и среднестические показатели мужчин после перенесенной болезни. Так вот, они ниже. Ведь у части мужчин настолько хорошие были изначально показатели, что они стали ниже, но они, эти показатели, говорят о том, что мужчина способен продолжать род. А если у мужчины было 50-50, то вот тут, конечно, показатели перейдут в, увы, ситуацию, когда мы будем говорить о бесплодии и о помощи специалистов. И вот сейчас таких случаев, наверное, все меньше и меньше, но, тем не менее, они еще есть. Я говорю о бессимптомном течении болезни, то есть человек, в общем, может быть, даже и не заметил, что он переболел, но со временем создает семью, решает завести потомство, и вдруг обнаруживается, что это невозможно, и он не понимает, почему. В чем дело? Оказывается, дело и в этом. Сейчас, я понимаю, что многие, сидящие по ту сторону экрана, может быть, скажут, да, сейчас вот все валят на ковид. Вы знаете, может быть, в этом какая-то доля вероятности есть, но в основном это действительно доказанное влияние ковида на репродуктивную систему. В основном больше мужчин, но однозначно об этом стоит говорить, об этом нужно задумываться, и это нужно максимально профилактировать. Если вы опоздали к началу эфира, сегодня в нашей студии, в студии программы «Звоните доктору Ирину Моисееву», главный внештатный репродуктолог Минздрава Самарской области. Мы говорим о влиянии ковида на репродуктивную систему, и вот как раз только что обсудили, что все-таки мужчины подвержены большему риску, поскольку заболевание почему-то избирает мужчин. Но, тем не менее, о женщинах тоже странно было бы не заговорить, да? Так вот, есть ли данные о том, что пандемия увеличила количество бесплодных женщин или количество роста гинекологических заболеваний? Есть несколько иные данные, потому что женщинам все сложнее. Мужчин проще обследовать. Для точной диагностики, для точного заключения необходимо время для женщины. Вот что на сегодняшний день, опять же, доказано? Мы говорим только о доказательной медицине сегодня, договорились, да? Что на сегодняшний день доказано? То, что у женщин, перенесших болезнь, опять же, мы говорим о болезни, перенесших ковид, больше выкидышей неразвивающейся беременностей, невынашивания беременности, преждевременных родов, преждевременных излитий околоплодных вод, преждевременные отслойки нормально расположенной плаценты. То есть элементы невынашивания или недонашивания состоявшейся беременности. Это уже очень серьезный звонок, подтвержденный исследованиями. Что касается бесплодия, я не могу сейчас с той же самой уверенностью говорить об этом, потому что сейчас исследования ведутся. И еще раз повторюсь, что для точного подтверждения того или иного факта, все, что касается женщин, нужно несколько большее время, чем мужчин. К сожалению, моя знакомая потеряла ребенка, заболев ковидом, это был уже где-то пятый или шестой месяц, долгожданную девочку. Страшная трагедия. Так вот, по поводу будущей мамы, заболевшей ковидом, вообще, насколько реальны шансы излечения? Лечат ли эту женщину как-то иначе в связи с тем, что она беременна, под каким-то другим схемам? Да, конечно. То время абсолютного в темноте, да, каких-то походов вправо-влево, когда ковид только начинался, это время уже прошло. И сейчас есть совершенно четкие схемы, схемы ведения беременных. Естественно, беременных ведут по разработанным, утвержденным схемам и с многих, слава богу, с положительным эффектом. Но мы опять же должны говорить во всеуслышание о том, что ни один медик, как бы он ни старался, ни группа медиков, ни страна в целом, если она объединится, да, у нас есть телемедицинские консультации с главными нашими институтами, бога ради, можно всегда проконсультировать пациента тяжелого. Но ни один человек или группа медиков, да, не может гарантировать благополучный исход при заболевании ковидом. Особенно, естественно, у беременной женщины. Потому, почему я говорю особенно у беременной женщины, потому что есть, опять же, замечательные совершенно работы статистические. И я, если позволите, я специально подготовила, может быть, не очень хорошо будет видно, но мы сейчас все привыкли к QR-кодам. И если кто-то... Привыкаем. Увы, наверное, уже привыкли. Если кто-то не поверит мне на слово, ну, может быть, и правильно сделает, надо же все проверять. Можете приложить мобильный телефон к экрану. Можете посмотреть. Я сейчас покажу QR-код. Это ссылка на статью, которая упоминается. Вот, посмотрите. Риски для беременных больных COVID-19 в сравнении с больными небеременными. Можете крупно показать. И можете воспользоваться системой, чтобы посмотреть через QR-код статью. Так вот, риски для беременных больных COVID-19 по сравнению с небеременными следующие. Несколько буквально цифр. Перевода беременных больных COVID-19 в палоатенсивной терапии в два раза выше, чем у небеременных. Перевода на искусственную вентиляцию легких почти в три раза выше, чем у небеременных. Дальше, следующее. Смотрите. Риски для беременных больных COVID-19 по сравнению с беременными небольными COVID-19. Опять же, QR-код предоставляю. Достоверность. Мы говорим сегодня, что мы сегодня говорим с позиции доказательной медицины. Так вот, посмотрите. Смерти беременных больных COVID-19 в сравнении с беременными небольными COVID-19 почти в три раза выше. Переводы в палоатенсивной терапии в 18,5 раз выше, чем у беременных небольных COVID-19. Риски преждевременных родов в полтора раза выше, мертворождение и неонатальные смертности почти в три раза выше. Соответственно, да, вся страна, весь мир борется за каждую беременную. Это две жизни, да. Но, к сожалению, стопроцентной излеченности мы не можем предоставить. И поэтому, естественно, как люди, планирующие беременность, заботящиеся о своем репродуктивном здоровье, так и беременные должны позаботиться в первую очередь сами о себе. Тем более сейчас это даже не шаговая доступность, а из серии «Если вы не можете, то мы идем к вам». И это действительно так. Еще неплохо бы, чтобы их близкие тоже позаботились. Однозначно. Потому что окружение, человек не может жить в вакууме. Человек обязательно контактирует, в первую очередь, с своими близкими, родными. И, естественно, если пациент, будем надеяться, что не пациент, если человек как-то предохраняется сам, он не может распространить это предохранение вовне. Все вокруг должны думать об этом. И не только родные и близкие, кстати, а просто мы же граждане. И гражданский долг – это не пустые слова сегодня. Это на самом деле каждый гражданин любой страны, мы говорим о нашей стране, должен выпадать свой гражданский долг. И не вовлечь в болезнь не только себя, но еще и окружающих, в том числе беременных, пожилых, деток. Ирина Валерьевна, спасибо за эти слова. Вот сейчас мы как раз об этом поговорим во второй части нашей программы. Но давайте сначала узнаем, что произошло в медицине региона за ту неделю, пока мы с вами не виделись. Смотрим сюжет. В связи с ростом заболеваемости в регионе с 25 октября установили нерабочие дни. Продолжают работу больницы и аптеки, а также предприятия с непрерывным технологическим циклом. Организации общепита работают только в режиме доставки или на вынос. В Самарском государственном медуниверситете открылся филиал единого контакт-центра Минздрава Самарской области. Здесь работают 20 волонтеров, которые помогают жителям вызвать врача записаться на прием и вакцинацию. Больницы региона пополнятся квалифицированными специалистами. На базе медицинского колледжа Ляпиной началось обучение среднего медицинского персонала. Слушатели знакомятся с современными диагностическими методиками, изучают высокотехнологичное оборудование, получают практический опыт. В детском отделении Жигулевской ЦРБ продолжается капитальный ремонт. Часть специалистов ведут прием в других подразделениях больницы. По завершении работ будут полностью обновлены условия для приема пациентов и работы персонала. Мультидисциплинарная бригада врачей осмотрела жителей Красноармейского района. Консультативный прием провели невролог, эндокринолог, кардиолог и офтальмолог. Всего на приеме побывали 49 пациентов. Для районных врачей выезды таких бригад – большое подспорье. Это программа «Звоните доктору». Мы работаем в прямом эфире. На ваши вопросы сегодня отвечает главный внештатный репродуктолог Самарской области Ирина Моисеева. 202-11-22, телефон для вопросов. Ирина Валерьевна, мы уже заговорили о том, что ни в коем случае нельзя болеть. Особенно если женщина ждет ребенка. Особенно если она планирует родить ребенка. Нужно обязательно оберегать себя. И думаю, что ни для кого не секрет, что слухи о полезности и вреде вакцин – это сегодня, наверное, одна из самых обсуждаемых тем, одна из самых острых тем. Так вот, неоднократно слышу от людей, что не будем делать прививку, потому что планируем беременность. То есть почему-то как раз обратный эффект из этого извлекается. И слухи эти не новы, но очень устойчивы. Обоснована ли эта озабоченность, что если планируется беременность, то прививаться нельзя? Прекрасный вопрос. Наверное, каждый на него пытается ответить по-своему. Каждый для себя. Но ответ-то однозначен. И на сегодняшний день мы можем думать. Вообще, наверное, любому человеку, любому, не чуждо сомнение. Это этап развития. Это, наверное, потому что мы homo sapiens, да? Мы думающие, мы мыслящие. И сомнению подвергает, наверное, разумно все, что происходит. Но сомнения должны разрешаться самим человеком на основе не того, что, простите, что-то сказали на лавочке, что-то я услышал на работе. Причем не медика, не от медика, да? А все-таки, опять же, я вернусь к этому сегодняшнему термину с позиции доказательной медицины. Так вот, что бы ни говорили, в Российской Федерации, в Европе, в Америке, в Азии приблизительно одни и те же цифры. Вы не представляете? Они вот просто как под копирочку. Да, разве после вакцины не болеет? Однозначно болеет. Мы не скрываем это. Но в стационар попадают со средне-тяжелой степенью болезни и с тяжелой степенью болезни после вакцинации от 1 до 10% пациентов, а все остальные, то есть от 90 до 99% невакцинированные пациенты. Мы говорим о средне-тяжелых и тяжелых случаях. А давайте те, кто сомневается, те, кто прислушивается к чему-то иному мнению, поставьте сами себя на это место. Где бы вы хотели оказаться? Среди 99% не попавших в стационар, если даже вы заболеете, а легко перенесших эту инфекцию, или среди того огромного количества пациентов со средне-тяжелым-тяжелым течением, с нахождением в реанимации и, к огромному сожалению, не всегда удачным выходом из нее, не вакцинированы. Я тоже думаю, что, наверное, вот это надо показывать по телевидению, потому что очень многим из нас кажется, что ничего этого не существует. Ирина Валерьевна, прервемся, ответим на звонок сначала. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. У меня сестра очень долго собиралась сделать прививку, ну, смотрела всякие там информации, собирала, думала. И когда уже наконец-то зазрела, практически была готова, узнала, что она беременна. И она снова сомневается. Сейчас у нее уже идет третий месяц беременности. И подскажите, пожалуйста, на каком же месяце все-таки лучше вакцинироваться и стоит ли вообще нет. Спасибо за вопрос. Огромное спасибо за вопрос. Вопрос действительно актуален. На сегодняшний день мы говорим о вакцинации беременных с 22 недель беременности. С 22 недель беременности. Поэтому ваша сестра должна максимально... Ну, вы знаете, Америка вакцинирует беременных любого, при любом сроке беременности. Я могу привести еще несколько... Да, Израиль. С любого срока беременности. Но мы говорим о Российской Федерации. Сейчас речь идет о 22 неделях. Почему? Потому что там органогенез уже закончен. Все органы уже заложены. И основное это то, что у нас есть... Инфекция молодая. У нас есть данные о том, как ведут себя беременности и каково влияние на плод с 22 недель. Ранее просто у нас еще не набрано большое количество материала. Мы с вами говорили о том, насколько основательные слухи о том, что вакцинация ведет к бесплодию. А почему вообще речь-то изошла о бесплодии? Почему вот эта версия выдвинута? Я вот нашла такое объяснение биологическое якобы. Антитела, образовавшиеся в результате действия вакцины, могут не только уничтожить коронавирус, но и наносят удар по белку, который участвует в образовании плаценты в матке. Вот такую версию слышала вообще. Насколько это... Ну, это я не знаю, где вы представляете. Это немножечко, простите, антинаучность. Потому как, наверное, может быть, здесь звучало уже, может быть, нет, но я повторюсь, но повторюсь. Не страшно повторимся. Да. Дело в том, что есть, как говорят в Одессе, две большие разницы. Это болезнь и вакцинация. Болезнь, простите, долбит по всем системам. В том числе и репродуктивным. Это вирус. Это же микроскопическая частица, которая проходит в клетке просто как сквозь открытую дверь. Это не бактерия, которая огромная, она застрянет в этой двери, как слон. А это вирус. Он проникает везде. При болезни. Потому что болезнь – это длительное воздействие вируса на организм человека в целом. Организм не может подставить, я не знаю, печень. Ну, это я просто, да. Или подставить какой-то другой орган и сказать, нет, только вот сюда. Вы, пожалуйста, выборочно. А на все остальное не действуете. Так не бывает. А вакцинация, о чем мы говорим, да, это часть, малая часть вируса, которая там на шипе, да, на этом есть. И она вводится, эта вакцина, с этой частью вируса и действует максимум три дня. Все, что позже того, это уже эффект после действия, ответная реакция самого организма, но не действие вируса. Поэтому вернемся, опять же, к началу нашего разговора. Влияние ковида на репродуктивную систему, влияние болезни однозначно доказано. Влияние вакцины на сегодняшний день всеми странами мира однозначно доказано отсутствие негативного влияния вакцинации на репродуктивную систему как мужчины, так и женщины. — Ирина Валерьевна, если люди не могли долгое время родить ребенка, готовились к этому, планировали искусственное оплодотворение, планировали ЭКО, то в отношении вот такой пары то же самое можете сказать, когда, в какое время вакцинироваться и вакцинироваться ли им? — Даже больше скажу. Вообще есть такое понятие предгравидарная подготовка. То есть подготовка к беременности. В эту предгравидарную подготовку входит прием фолиевой кислоты в течение трех месяцев для правильного формирования нервной трубки ребеночка, что очень важно. И ряд других мероприятий. Исключение инфекции, нормализация гормонов и так далее, и так далее. Витаминизация, чтобы это все было сбалансировано и хорошо. И настало то время, когда в предгравидарную подготовку должна войти вакцинация от ковида. Как мужчины, так и женщины. Это вообще планирование любой беременности методом ЭКО, методом с обычным методом, да? Это плановое мероприятие, которому на сегодняшний день, ура-ура, прямо аплодисменты на самом деле искренние, молодежь, продвинутая в основном молодежь. И она подходит планово, грамотно к тому, к продолжению собственного рода. Соответственно, так вот в эту подготовку предгравидарную, плановую, необходимо включить вакцинацию, чтобы потом не столкнуться с ситуациями и с цифрами, которые я приводила. Как влияет вирус при болезни на беременных и на плодов? То есть на иммунную систему дополнительной нагрузки не будет? Не будет. И это не спровоцирует отторжение пересаженного эмбриона? Нет, нет. Потому что вообще мы же не говорим о том, что мы провакцинировались сегодня и завтра мы переносим эмбрион. А через какое время, вот за сколько лучше подготовиться? Это очень важно как раз. После, если двухкомпонентная вакцина, а мы говорим, скорее всего, о двухкомпонентной вакцине, да, естественно, потому что это имеет смысл. После введения второго компонента через три недели можно планировать беременность. Ну, собственно, совсем не надо. Потери времени никакой. Польза однозначная. Ирина Валерьевна, ну, не так уже много времени до конца остается. Я хочу спросить о вашем личном мнении по поводу вакцинации, потому что, ну, несмотря на то, что вы врачи, вы должны сказать, что да-да-да, конечно же, нужно это сделать. А может быть, просто у вас какие-то есть слова, которые вот действительно услышат наши зрители? Слов на самом деле, я почему сделала такую паузу, слов на самом деле так много. Я, честное слово, не знаю, какими словами донести до слушателей, до смотрителей, до наших будущих пациентов, до наших будущих родителей. Да, но, люди, для того, чтобы сохранить жизнь, не только здоровье, но и жизнь, пришла пора серьезно задуматься, сделать шаг и вакцинироваться. Точка. Никаких сомнений, никаких рассуждений. Вы вакцинируйтесь, а потом рассуждайте. Благодарю, Ирина Валерьевна. Спасибо, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. Подумайте о здоровье своем и своих близких. Спасибо. До свидания. Всем здоровья. Субтитры подогнал «Симон»!